Программа скрининга рака лёгкого в Республике Беларусь стартовала в 2019 году. В связи с ухудшением эпид-обстановки она была приостановлена и затем возобновлена в 2021 году. Начиная с апреля Солигорская ЦРБ включилась в работу. В текущем году по программе скрининга рака лёгкого в Солигорской ЦРБ прошло порядка 80 человек. В группе риска лица мужского пола в возрасте от 50 до 70 лет с наличием такой вредной привычки, как курение. Сегодня по статистике ВОЗ рак лёгкого среди мужчин этой возрастной категории занимает первое место как причина смерти. Суть скрининга сводится к тому, что пациентам с высоким риском наличия и развития у них рака лёгкого выполняется низкодозовая компьютерная томография. Томография выполняется после отбора пациентов, то есть на уровне поликлиники проводится анкетирование. Анкетирование проводится по нескольким параметрам. Это возраст пациента, это пол пациента, курение, учитывается стаж курения, количество выкуриваемых сигарет, наследственная предрасположенность. И по результатам, если пациент попадает под скрининг, мы его берём, выполняем низкодозовую компьютерную томографию лёгких. И это нам позволяет выявить рак лёгких на ранних этапах. Всё это проводится совершенно бесплатно. Люди могут обратиться в поликлинику по месту жительства к своему врачу общей практики. При исследовании согласно специально разработанному протоколу применяется метод компьютерной томографии, известный как КТ. Информативность такого метода высока. Он предназначен для диагностики онкологических заболеваний лёгкого, трахеи, бронхов и сопутствующих патологий, которые могут быть со стороны органов сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. У нас есть все технические программные возможности. Наши специалисты подготовлены, установлена программа централизованная для описания, выработаны алгоритмы, номенклатура по описанию патологии. То есть мы готовы принимать этих пациентов. В течение года в Солигорской ЦРБ было получено порядка трёх морфологически подтверждённых случаев до клинической стадии рака лёгкого. Это пациенты, не имеющие жалоб, чувствующие себя хорошо, но при скрининге у них были выявлены образования. Все эти пациенты были взяты на контроль для проведения необходимого лечения. Эти пациенты проходили в рамках скрининга, были выявлены определённые изменения, которые были трактованы как изменения, которые требовались контроля. По программе скрининга есть определённый протокол, алгоритм, где контроль выполняется в течение определённого периода, это 3 месяца. Через 3 месяца эти пациенты опять же к нам вернулись, мы им повторяли, выявили определённую динамику отрицательную. Они были отправлены в РНПЦ Александрова, где уже хирургическим путём выявленные изменения были удалены. Это была сегментарная резекция, и морфологически был подтверждён рак лёгкого. Таким образом, программа скрининга лёгкого этим пациентам спасла жизнь, потому что такие опухоли лёгкого выявляются на поздних стадиях Т3-Т4, где выживаемость пятилетнего пациента порядка 30-40%. Стоит отметить, что выявление и радикальное лечение рака лёгкого первой стадии – это высокая вероятность полного излечения и почти стопроцентной выживаемости пациента в течение пяти лет. При этом пациенты продолжают участвовать в программе скрининга. Проект рассчитан на 3 года с ежегодным прохождением КТ, а вот выполнять флюорографическое обследование таким пациентам нет необходимости.